Знакомство делегации с работой социально-реабилитационного центра «Серебряный бор» не случайно. На данный момент учреждение включает в себя множество инновационных технологий и услуг. Не так давно здесь создали два дневных отделения, открыли специализированные палаты и начали заниматься реабилитацией не только пожилых людей, но и инвалидов. Для нейрореабилитации, для людей, которые перенесли инсульты, какие-то травмы со спинным мозгом, с головным мозгом, он направлен на улучшение двигательной функции нижних и верхних конечностей для разработки, для мелкой моторики. Он подбирается под рост и под физические возможности человека. Если человек может стоять, он работает на нем стоя. Если нужно его посадить, мы его сажаем. Все по показаниям. В рамках двухдневного визита экспертам комитета презентовали систему долговременного ухода в центре «Серебряный бор» и проект «Социальное такси». Им также рассказали о введении в регионе земельного сертификата, расширении направлений использования областного маткапитала и других новых мерах поддержки. В Тамбовской области принято решение, оно уже действует, о том, чтобы увеличить возрастной такой ценз для многодетных семей. То бишь дети, которые находятся в многодетной семье, сейчас не с 18 лет заканчиваются получение их льгот, а до 23 лет фактически это продлена практика, что дает, конечно, серьезную поддержку для наших семей, для детей. И это заслуга регионального правительства. Об этом надо говорить. Делегации представили и строительство инновационного социального объекта в Сосновском районе с пока еще рабочим названием «Серебряная долина». На 900 миллионов капитального гранта, который пойдет на строительство этого интерната, в составе 900 миллионов, почти 680 миллионов – это федеральные средства, 200 миллионов – это средства инвестора и, внимание, 12 – это средства области. То есть для области это уникальный проект. Таких проектов в стране пока два, кто решился пойти на государственное частное партнерство в системе социального обслуживания. В планах у экспертов комитета и представителей профильного регионального министерства было также посещение социального МФЦ и Центра поддержки участников СВО и их семей. Олеся Павлова, Полина Матовникова, Николай Иванов, Ольга Кириллова – Область новостей.